Наиболее хорошо из всех брюхоногих моллюсков изучена виноградная улитка. Живут виноградные улитки не только на виноградниках, но и в парках, садах и на опушках лесов. Люди не подозревают, как зубасты эти животные. Зубы у них расположены на языке. И оказалось, что их более 14 тысяч. С помощью такой терки из зубов улитки добывают себе пищу, опустошая при этом сады и огороды. Во многих странах Европы виноградные улитки ценятся как деликатес. Сейчас их даже выращивают на специальных фермах. В начале лета у виноградных улиток наступает пора размножения. Для людей любовная стрела всего лишь образное выражение. А вот для виноградной улитки это настоящая жизненная реальность. Когда у улиток происходит брачный обряд, они выстреливают друг в друга любовными стрелами. А потом стрелы растворяются в теле улиток. Со стороны этот обмен стрелами выглядит весьма необычно. После брачного обряда улитка роет в земле ямку и помещает в нее яйца. Засыпает землей и несколько раз проползает над кладкой, делая ее неотличимой от окружающей поверхности. Через месяц из яиц появляются детеныши. Это крохотные улиточки. Сначала их раковина полупрозрачная и хрупкая, и только через несколько лет она окрепнет и сможет хорошо защищать тело. Обычно улитки кормятся растениями, но среди них есть и хищники. Морские моллюски-конусы давно известны как одни из самых ядовитых обитателей морей. Однако мало кто знает, что для впрыскивания яда они используют настоящий гарпун. Это особый полузуб, который выдвигается из тела улитки на гибком хоботке, и через канал которого в тело жертвы впрыскивается яд. Яд такой сильный, что мелкая рыбка погибает от него в течение десятых долей секунды. Некоторые конусы не только охотятся при помощи гарпуна, но и заманивают с его помощью жертву. Улитка подманивает рыбу движением хоботка, а рыбка принимает его за безобидного червя. К счастью, не у всех конусов яд настолько силен, что представляет опасность для человека и может вызвать паралич мышц. Наиболее опасными считаются географические и текстильные конусы. Среди морских брюхоногих моллюсков немало обладателей очень красивых раковин, за которые коллекционеры не раз отдавали целое состояние. Так, например, раковинки каури в Китае и Юго-Восточной Азии служили разменной монетой. Наивысшей ценностью, получаемой от брюхоногих моллюсков, долгое время считался пурпур. Легенда гласит, что когда-то на берегу Средиземного моря одна собака разгрызла раковину моллюска Мурикса, и ее пасть моментально окрасилась в пурпурный красный цвет. Хозяин собаки это заметил, и с тех пор дорогие ткани стали окрашивать веществом, содержащимся внутри этого моллюска. В начале нашей эры носить ткани, окрашенные чистым пурпуром, считалось привилегией. Например, в Риме их могли носить только члены императорской семьи. Пурпур добывали тоннами, а ведь для того, чтобы добыть один грамм, надо уничтожить 10 тысяч муриксов. К счастью для моллюсков, в наше время производство пурпура почти забыто. Некоторые из брюхоногих моллюсков утратили раковину. Это обитатели морей, голожаберные моллюски, и наносящие большой вред сельскому хозяйству слизни. Редактор субтитров А.Семкин